всем привет ассаламу алейкум друзья как вы поняли по названию ролика этот ролик будет связан в связи с перевертышами машин почему я решил сделать этот ролик потому что задаются вопросы говорят спрашивают типа как определить перевертыш да ну переверт определить несложно это как сказать если будете очень внимательны и будете при покупке машины наблюдать за машиной можно определить без проблем может вы не поверите на моя первая машина моя первая машина была перевертыш я ее купил девяносто седьмом году это было хундайка так что на личных опытах могу вам сказать что нужно делать или зачем нужно наблюдать допустим да при перевертыш их ну в первую очередь будут ломаться стекла потому что когда машина переворачивается на кузов потом делают симметрию конечно симметрию восстановить невозможно могу здесь сто процентов дать гарантию что ни один ни один мастер не сможет сделать так чтобы было все окей а что делать ну естественно вы же знаете что на заводе там роботы делают это все высчитывают потом ну в общем человеку это не восстановить если машина была перевернута там ее бить на там там что только не делают пока не восстановит ее да в общем на все 100 не получится это я сразу скажу ну а по причине того что допустим если едешь по неровной дороге до по неровной дороге когда едешь как бы кузов начинает же перегибаться и у вас раз и трескается лобовое стекло это наблюдается очень редко потому потому что почему потому что лобовое стекло я даже не раз видел как его хотели надеть и лобовое стекло подносит машине и с таким трудом его на место ставят с таким трудом и получается что натяжка такая идет понимаете лобовое стекло очень сильно перекрашивается натягивается и поэтому лобовое стекло трескается даже заднее стекло может треснуть это первая причина перевертыша во вторых что может быть будет есть резину это гарантийная он говорю на колесах опять же связано с симметрией машины потому что перекос идет там потому что миллиметр ну миллиметр считаются понимаете засчитываются все должно быть четко как впереди так и сзади так и сбоку допустим это вся система уже перекос идет и проблему очень много будет в дальнейшем никто не скажет что сколько можешь проехать гарантии нет никакой может через три дня лопнуть стекло может несмотря когда упадете на такую дорогу вот потом что еще будет да да вот еще самое главное протекать будет лобовое стекло протекать будет лобовое стекло опять же связано с симметрией потому что как вы знаете все четыре угла да хоть они круглые хоть острые разницы нету не будут совпадать друг с другом поэтому эта резинка которую они там прокладывать или чего делают обязательно будет протекать даже я помню когда я ставил вот про ту хундайку я говорил эти есть фольга есть же да но на щит ложишь чтобы не трескалась от солнца защищает которая как правильно называется я не помню но напишите в комментариях в общем эту фольгу я положил ну там бывает знаете да две таких резиночки по бокам я обычно дверь открываю резинку вытаскиваю наружу и захлапываю дверь чтобы хорошо закрывала от солнца и после дождей иду на стоянку брать машину это было в казахстане в общем не важно но я сказал в общем машину дверь открываю с той стороны шофера а с той стороны на резинке было и там как прогнулась чуть-чуть и смотрю внутри вода вода прямо в две руки то что такое по его тогда я повел ее сервис сказали друг машина перевертишь вот это я все на личном опыте то что видел этим с вами делюсь то что зачем нужно наблюдать как можно узнать переверчи на резину есть будете отказала протекать будет я сказал что еще будет да да еще самое главное вот вы знаете вот все это зацикливается на стеклах да мы есть и другие причины я почему за стекла говорю потому что многие люди считают что да там стекло это ерунда это не ерунда друзья самое главное вперв II следить за стеклами но смотрите протекать будет трескаться будет но вы Сейчас я еду, не знаю, откуда я могу узнать. Оно треснет, не треснет, да? Протекать может дождей нету, скажете, да? И вот еще самое главное, год выпуска на стеклах, на окнах, на стеклах, там должен быть одинаковый. Вот сбоку стекла, где вот эта эмблянка есть, да? Допустим, 2009 или 2010, да, год? Вот эти года все должны совпадать и на лобовом, и на боковых, и заднее стекло, там, правые, левые, дверные. Вот это все совпадает должно. Допустим, если не совпадает, это еще одно доказательство, что ваша машина перевертыша и была отремонтирована, собрана. Ну, кто-то может сказать, да, там, может, камень кинули, да? И стекло сломалось, да, может быть. Но камень кинули в одно стекло же, да? Не во все. Ну, пускай там два стекла. Но опять же, на той стороне, значит, раз, два, три, четыре стекла должно совпадать, минимум. Не совпадает. Если, это еще одна улика, друзья, это еще доказывает того, что машина перевертыша. А в некоторых стеклах есть такие подпольные организации, я их знаю, ну, как знаю, слышал про них, которые выпускают стекла. На них, на них вообще надписи нет, этикетки нет. Вот. А за вот такие стекла никогда в жизни не поставить, друзья. Так что вот, это тоже, нужно за этим следить. Не то, что вот год выпуска, да, некоторые смотрят, так, год выпуска, вы следите там в основном за всеми цифрами. Вот эти, которые там цифры есть, в основном должны совпадать. В общем, это тоже важно, друзья. Стекла, нужно на них обращать внимание. Ну и, конечно, как сказать, сами садитесь, введите машину. Да, еще есть один такой вот вариант. Допустим, если машина перевертыш, да, если даже вы ровно стоите, колеса ровно направлены, будет перекос. Обязательно будет перекос, ну, не совсем, что она так криво будет стоять. Маленький, небольшой перекос будет, или вправо, или влево, да, допустим. За этим тоже следите, это обращайте внимание. И еще, да, что хотел добавить. Ну, конечно, там не только с этим связано, там можно, допустим, швы, которые вот при сварке, да, идут. На это нужно обращать внимание, но это отдельная тема, там, может быть, отдельно ролик я сделаю. Обычно вот сиденья, я вот, допустим, когда беру боевую машину, я разбираю сиденья. Ну, мы можем сказать, что на базаре будем разбирать. Вы покупаете машину, друг, друзья. Покупайте машину, имейте право проверять. Поэтому не ведитесь на том, что вам неудобно. Неудобно будет, знаете, когда, когда вам попадется такая машина. И неудобно будет именно вам. Поэтому стеснение здесь ни к чему. Потому что вы берете машину, там, платите деньги. Поэтому это ваша, как бы сказать, обязанность, я считаю, что проверять машину. Когда ведется человек и не совсем так обращает внимание или не хочет проверять, потом проблем очень много бывает. Я по себе знаю, потому что когда я первый-первую машину покупал, там, были стеснения или еще что-то. Но сейчас я посталкивался с такими проблемами, друзья. Поэтому, когда я беру машину, проверяю, да, я не обращаю внимания ни на что, там, кто что скажет. Потому что, в конце концов, вы остаетесь потом один на один с этой машиной. И уже будет поздно что-то менять. Дай Аллаху, иншаллаху, чтобы такие машины никому не попадались. Потому что очень трудно. Знаете, почему трудно? Трудно потом ее продать. Потому что, если продавать, уже придется признаваться. Ну, вы меня поймете, о чем я. Халал. Нужно, чтобы было все так. Потому что, если ты близок к Всевышнему, просто так соврать, я думаю, что у человека не получится. Поэтому, друзья, не стесняйтесь, выбирайте машину. В общем, я снимаю кресло, снимаю кресло и проверяю все швы. Швы должны быть одинаковые. Можете взять карандаш или ручку там. И везде вот этот вот, который идет сверху, слой, он же мягкий, да, везде одинаковый. Но я отдельно сделаю на этот ролик, на эту тему. В общем, перевертыши вот так. О перевертышах можно говорить очень долго, друзья. Ну, вот самые такие, которые, вот, броски и варианты, это они. Думаю, что будет полезно. И еще, да, у меня вот спросили. Вот есть то, что отматывают спидометр, да, счетчик назад. Ну, прокат машины, пробег машины, да. Можно ли это определить? Друзья, лично, вот как мне известно, определить это невозможно. Не знаю, говорят там по пин-коду заходишь, что, но пин-код покажет вам то, если машина заезжала там в сервис, там, ввелись какие-то действия, да, там. Те результаты может дать. Вам не покажет пин-код то, что смотан счетчик. Как он покажет? Если реально отсудить, не покажет. И вы не узнаете. Если эта машина перемотана, а вы можете узнать, что она перемотана. Но насколько перемотана, вы об этом не узнаете. Поэтому, друзья, я думаю, что это не узнать. Но лично, как я узнаю, как я узнаю. А я узнаю, может быть, не знаю, это приходит со временем. Но я по рулю узнаю, друзья. Я не точно узнаю, это никто не узнает. Но перемотан, если машина, допустим, например, 2008 года какой-нибудь, да, и у нее совершенно протертый руль такой, ну, бывает, ну, руль в руках находится постоянно, и он потертый, друзья. Это говорит о том, что эта машина уже больше 100 проехала. А у вас есть там 50 или 45, знайте, что перемотка была. Вот тоже такая информация, хочу поделиться. И, иншаллах, думаю, будет полезно, друзья. И что я еще хочу добавить? Ну, перевертанные машины, конечно, мнется кузов, мнются крылья, там, все подряд. Ну, еще хочу дать такую интересную информацию, как сказать, интересную, полезную, да, для тех, кто покупает, допустим, ну, не машина, не перевертываешь, а просто вы поехали на базар купить хорошенькую машину, да. И эту машину нужно ведь проверить, где там есть, ну, есть, там, допустим, где-то мятина, или шпаклевка, или там царапинка, ну, там, краска. Лично, как я поступаю, друзья, ну, есть, я в последнее время купил, знаете, да, вот так вот, определяет толщину краски, есть такой аппарат, синяя-красная лампочка, может, многие его слышали, знаете, видели. Между прочим, удобная штука. Мне говорили, Султан, если нет такого аппарата, как можно? Есть ли способ еще на глаз так определить? На глаз определить можно, друзья, ну, нужно, чтобы глаз был, как у орла, да, как говорится. В общем, можно определить, но нужно постоянно быть в этой теме. Простой человек, допустим, как простой? Простой в этом деле. Может быть, даже цвет не отличить. Я отличаю по тени. На всех красках есть своя тень. И вот эта тень должна совпадать на всех четырех, допустим, дверях, да? В общем, я хочу сказать, когда у меня не было этого аппарата, который проверяет толщину краски, конечно, вы все знаете, когда робот красит на заводе машину, да, он везде одинаковый слой наносит. А когда вручную пистолетом красят, одинаковый слой никогда не будет совпадать с тем, который сделал робот. Потому что даже человек сам, если красит, где-то толще, где-то меньше там краска, тоньше. Что делал я, друзья, когда не было у меня аппарата? Такой есть хорошенький способ. Не знаю, может, многие знают, слышали. Но я именно пользовался им. Я всегда с собой брал магнит. Да, да, простой магнит. Всегда был у меня в кармане с собой от магнит. После, ну, когда проверял машину, вы знаете, да, к кузову очень хорошо, бац, так и приклеивается этот магнит, да? А вот именно где шпаклевка, магнитик уже слаб. Уже он там хорошо не приклеится. Вот, так что, друзья, магнит с собой берите. Очень помогает. Можете хорошенько скинуть цену на машину с помощью этого магнитика. Ну, думаю, на сегодняшний ролик все. Думаю, что будет какая-то полезная информация. Ну, то, что знал, сказал. Следующий ролик, я не шала, сделаю. Тоже вопросы есть насчет утопленников. Ну, я как-то там называл каких-то роликов в каком-то. Не помню про утопленников. Но очень мало что-то говорил. Ну, я сделаю ролик насчет утопленников тоже. Да, еще, когда машина перевернута, друзья, но это и утопленникам тоже относятся, нужно обращать внимание. Но это в следующем ролике. Не обижайтесь, но в следующем ролике. В общем, сейчас соображу как-нибудь, соберусь. Будет время, иншаллах, сделаю ролик. Ассаламу алейкум всем.